АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, он боится. А можно его погладить? Да. Класс. Привет. Боже, какой он красивый. Какой он мягкий зеленоглазый. А вы, Катя, тоже, кстати. Вы внешне похожи. А вы специально такая рыжая под кота? Или так получилось? Так получилось. А как зовут вашего рыжего друга? Это Шафран Сириус Стар. Но дома это просто Сиря. Сиря. Катюш, тогда у меня есть предложение. Чтобы отметить визит к нам такого прекрасного, высокопоставленного гостя, как ваш Сириус Шафранович, я устрою вечеринку кошачьих знаменитостей. И пока я их всех соберу, вы пообщаетесь с моим коллегой. Он тоже издалека похож на кота. Андрей Данилевич зовут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, располагайтесь. Да. Привет. Привет. Позволь еще поздороваться с Сириусом. Крика. Поверк, Поверк. Привет. Я Андрей. Очень приятно. Ой, какие приятные лапки у него. У него что, когтей нету? Есть. Просто он их выпускает, когда ему это нужно. А когда ему это нужно? Ну, когда надо за что-то уцепиться. Или кого-то поцарапать. Ну, да. Можно взять на руки? Все. Сири, а твой диван? Итак, сколько у вас всего котов? Котов всего два. А кошек? Кошек четыре. И все одной породы? Да. А как называется эта порода? Обесинская. Обесинская порода. А почему именно эта порода? В чем ее особенность? Ну, то, что они ласковые. Да, то, что он ласковый, я уже вижу. Если бы ты захотела стать кошкой, то ты бы стала именно кошкой обесинской породы, да? А Даманскому, вот если бы его превратить в кота, он бы какой породы был? Ну, если бы он стал кота, он бы стал американским короткошерстным, наверное. Американский короткошерстный. А я тогда кто? Наверное, тоже. Послушай, значит, я представить не могу, шесть котов, кошки живут у вас где? В квартире. В квартире? Да. А сколько у вас комнат? Три. Значит, одна комната для котов, да? Да. Правда? Да. И в остальной живешь ты и... В другую комнату живу я, в другой дедушка. И кошки мигрируют по остаткам квартиры. Они же там все, наверное, рассарапали, погрызли. Нет. Они у нас порядочные коты. Я так понимаю, твои родители всецело поощряют твои увлечения. А это наше увлечение. Как это ваше? Ну, им увлекаюсь не только я, а мама и папа тоже. Я вообще не представляю, как вы уживаетесь в этом царстве кошачьих. А я не могу представить свою жизнь без кошек. Ну, это как члены семьи. У каждого свой характер, каждый по-своему хорош. Вы, может быть, еще учитесь как-то их, не знаю, дрессировать? Этим папа занимается. Правда? Да, это правда. Абитинские кошки считаются самой умной породой. И научить кошку давать лапу, это время 15 минут. Я смотрю, Сириус уже пригрелся там. А ко мне он совсем сейчас не пойдет? Ну, не знаю. Ну, давай попробуй. Сири, он хороший. Он сейчас ко всем идет. Я хороший. Ну, так вот. Хорошо. А давай тем временем я хочу убедиться в твоих кошачьих знаниях. Можем провести небольшой экзамен для тебя? Пойдем тогда вон туда. Сири, с нами тоже пойдет. Не бойся. Катя, значит, сейчас перед нами на этом экране будут появляться кошки различных пород. Твоя задача назвать, что это за порода? Хорошо. Сириус, по твоей команде начинаем. Давай. Поехали. Это обесинская. Вот сидит. Да, я тоже хотел сказать, это же Сириус. Обесинская порода. Это кто? Это американская короткошерстная. Это доманский, да? Ну, да. Это порода очень популярная в Японии. Она охотник, потому что она была выведена на американских фермах. Это бомбина. С итальянского переводится ребенок. Это уникальная порода, потому что в этой породе двойная мутация. Ген короткой шерсти и ген коротких лап. Правильно. Это манчкин. Это порода с короткими лапами. Ее называют таксой. Но у нее бывает три вида лап. Стандартный, стандартный, короткий и рокдофер. А рокдофер это что такое? Это очень короткие лапы. А зачем же кошка с очень короткими лапами? Ну, кому-то она нравится. Это бенгальская кошка. Это домашний леопард. Он очень часто бывает с голубыми глазами. А почему леопард? По окрасу? Да, он очень похож на леопарда, только меньше и дружелюбнее. Это корниш-рекс. Корниш, потому что она из города Корнула в Англии. Какая страшная. Почему страшная? Она очень милая. Она как барашек. Ничего себе барашек. Это как лев, который съел барашка. Нет. Это американский керл. У него такие вот ушки не с рождения. Они рождаются вот такими вот с прямыми ушами. Но потом они закручиваются. Это особенность этой породы. Так. Я думал, это сова. Нет. Это Мэйн Кун. Одна из самых крупных кошек. У нее кисточки, как у рыси. Ух ты. Пушистые такие, да? Да. Правильно. Мэйн Кун. А ты говоришь, вот одна из самых крупных. Сколько она может весить? Ну, она может весить, наверное, до 13 килограмм. Ничего себе. И в длину до метра, да? А то и больше. Да. Вот ты бесконечно называешь все породы. Сколько всего пород кошек существует в мире? Ну, более 200. Это ориентальная кошка. Она... Она родственница сиамской, но у сиамов голубые глаза. И у ориентальной нету пятнышек на морду. Она привязывается к человеку и очень-очень ласковая. Да? Да. Какие глаза глубокие. Так, давайте что-то добренькое нам. Это Рэгдолл. Эта кошка – тряпичная кукла. Их можно бесконечно гладить, тискать, целовать. И они не будут против. Это Саванна. Эта кошка произошла от дикого сервала и домашней кошки. Первое поколение Саванн самое дорогое, так как в ней больше всего генов дикой кошки. Саванна. Если бы я не знал, что это настоящая кошка, и ты это не подтвердила, я бы подумал, что в фотошопе и уши просто как-то подрезали и побрели. Нет, это не такие уши. Очень интересный взгляд. Так, и что у нас еще есть? Это украинский левко. Это единственная порода, которую вывели в нашей стране. Ее вывели в 2004 году. У нее нет шерсти и уши вот так вот загнуты. Это красиво, скажи мне. Ну, кому-то нравится. Мне она очень миленькая. Очень миленькая. Поднимите мне веки. Знаешь, вот я посмотрел на всех, и я так полюбил твоего Сириуса. Я понимаю, почему ты с ним неразлучна. Я его отдаю тебе, но ненадолго, потому что мой друг американский, короткошерстный, Андрей Даманский, приготовил еще некоторые испытания для тебя, чтобы окончательно убедиться, что лучше тебя никто не разбирается в мире кошачьих. Ты готова к этим испытаниям? Готова. Катя, выходи, пожалуйста, сюда вместе с Шафранычем. Итак, давай с тобой внимательно посмотрим на экран, где появляется первая кошачья знаменитость. И это... 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 Матроскин. Это кот Матроскин? Слушай точно! Ты смотрела мультик про Матроскина? Я его обожаю. Матроскин, спасибо тебе большое, наш гитарист. Следующий кот. Это кот Леопольд. Ну-ка, давайте проверим, что это за кот. Самый добрый и послушный в мире кот. Это тот самый кот, которому принадлежит самая главная фраза в мире. Ребята, давайте жить дружно. Ой, что это за бесформенная глыба? Наверное, кот Гарфилд. Наверное, Гарфилд? Это действительно Гарфилд. Огромный, рыжий, жирный кот. Толстый. Ну, слегка переел, слегка не в форме. Ну, если он уже, так, 4 килограмма веса, то надо как-то ограничивать и больше с ним играть, чтобы он бегал, прыгал и худел. То есть коты, как и люди, их надо ставить на беговую дорожку, гонять, чтобы они сбрасывали лишний жирок. Ну, есть кошачья беговая дорожка. Как кота заставить зайти на беговую дорожку и на ней бежать? Махалочкой. Ну, они считают, что это, типа, мышка, и они на это охотятся, и за это... Вот так вот, да? Едем дальше. Это из музыка про попугая Киши. Так, это вот тот самый, прессамый, толстый, мультипликационный кот Игорь Робси. Да. Ты помнишь его коронную фразу? Таити, таити, не были мы ни на каких таитях. А слушай, а коты любят путешествовать? Наши любят. Мы их садим в переноску, ставим переноску в машину и едем. Давайте дальше посмотрим. Это Том, а мышка Джерри. Это Том и мышка Джерри, самый знаменитый мультипликационный кот в мире. Ну что ж, Катя, я поздравляю тебя. Ты узнала и назвала совершенно правильно всех наших кошачьих знаменитостей. Мы хотим вручить тебе нашу медаль «Круче всех». Медаль и подарок в студию. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на уме. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Нравится? Нравится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на уме. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. Давай, я подержу. У тебя все получится. Смотри, смотри, какая медаль. Это тебе, держи.